Мальчик и птица И в отличие от предыдущих работ режиссера, рассчитанных на широкую аудиторию, оказался сложным и многослойным авторским высказыванием, в котором легко потеряться зрителю, ждавшему классического Мейдзаки. В этом видеоэсэ мы попробуем разобраться, как прощальный мультфильм подводит итог творчества японского аниматора, кто был прототипами главных героев и к каким визуальным решениям прибегает режиссер. События мальчика и птицы разворачиваются на фоне Второй мировой войны. В центре сюжета мальчик Махито, чья мама погибает во время одного из авианалетов. Вскоре герой вместе с отцом и его новой женой переезжает в деревню, где сталкивается с таинственной серой цаплей. Птица сообщает, что мать мальчика жива, и он может спасти ее. Так начинается путешествие героя по потустороннему миру. Многие фильмы Мейдзаки основаны на личном опыте автора. И мальчик, и птица не исключение. Как и главный герой, часть детства будущий режиссер провел за городом, куда эвакуировалась его семья. Отец Мейдзаки работал в авиастроении, а мама долгое время тяжело болела. Болезнь матери уже нашла отражение в сюжете «Моего соседа Тотера». Оригинальное название фильма «Как вы живете» прямо отсылает к одноименному роману Йосино Ганзабору. С детства – одно из любимых книг режиссера. Впрочем, в отличие от некоторых других картин Мейдзаки, «Мальчик и птица» не является экранизацией. И книга появляется в фильме только как символический предмет, который связывает Махито с его мамой. Роман «Как вы живете» считается образцом дидактической прозы для детей. Это наставление юным читателям о том, как справляться с житейскими проблемами. Примерно так же воспринимает свою последнюю работу, да и все творчество, и Хаяо Мейдзаки. Практически все его фильмы адресованы в первую очередь детям. И режиссер прямо указывал, что «Мальчик и птица» он снимал как завещание внуку. Поэтому в фигуре двоюродного дедушки Махито, который просит главного героя вместо него заняться поддержанием равновесия в мире, отчасти угадывается фигура самого Мейдзаки, на чем авторитете в последние годы и держится студия Гибри. Самые внимательные зрители даже заметили, что количество строительных блоков, сохраняющих равновесие мира, совпадает с количеством полнометражных фильмов режиссера. И с этой перспективы «Мальчик и птица» выглядит посланием сотрудникам студии, но на самом деле и всем фанатам его творчества. Режиссер как бы намекает, что унаследовать его фантастические миры не получится, и они в какой-то степени умрут вместе со своим творцом. В апокалиптическом финале Мейдзаки как бы предлагает зрителям не оставаться внутри воображаемых вселенных, а жить настоящей жизнью. В то же время в фильме можно увидеть и метафору дружбы режиссера с Исао Токахатой, автором «Могилы светлячков» и старшим товарищем Мейдзаки. Персонаж мудрого учителя был основан именно на нем. Токахата скончался в 2018 году, и «Мальчик и птица» выглядит прощанием со старым другом. Учитывая все это количество автобиографических деталей, режиссер, кажется, достигает практически интимной откровенности со зрителем. Даже главным героем стал мальчик. Хотя прежде в сказках Мейдзаки ведущая роль чаще отводилась девочкам. Конечно, и в предыдущих фильмах было много личного, основанного на жизни автора. Сильные и честные героини были во многом вдохновлены образом матери Мейдзаки. Постоянно возникал сюжет переезда за город. Да и самолеты то и дело появлялись на экране, как эхо несбывшейся мечты режиссера стать авиаконструктором. Просто в «Мальчике и птице» Мейдзаки впервые так близко подходят к собственной биографии. И оттого мультфильм ощущается как сумма всех сквозных тем и приемов великого аниматора. Попыткой высказаться на все волнующие его вопросы. От цены творчества и пацифизма до традиционной эко-повестки. И таким образом подвести итог своей 60-летней карьеры. Жанрова «Мальчика и птицу» можно отнести к волшебной сказке. И подобно другим таким сюжетам, фильм предлагает зрителю в первую очередь историю взросления. Путь героя, конечной целью которого, становится его инициация. В этом смысле не имеет значения, было путешествие на самом деле или все произошедшее просто плод детского воображения. Важно то, какое влияние приключения оказало на героя. В начале фильма Махито предстает замкнутым ребенком. Он конфликтует со сверстниками, винить себя в смерти мамы и тяжело переживает женитьбу отца. Я буду новой мамы Махито. Формально Махито отправляется в путешествие, чтобы спасти свою мачеху. Однако фантастический мир, в который попадает мальчик, больше похож на пространство травмы. Идиллическое, но вместе с тем опасное место, пронизанное насилием и печалью. И весь фильм — это, по сути, иносказательное размышление о том, как наша психика справляется с болью и потерей. Неспроста тяжелые воспоминания о смерти матери постоянно возвращаются к герою. Точно так же мальчика назойливо тревожит серая цапля. В структуре сказочного сюжета птица — это волшебный помощник, функция которого — перенести героя в иной мир и сопровождать его в пути. Уже международное название фильма «Мальчик и птица» или «Мальчик и цапля» сразу же настраивает на сказочный лад. В отличие от оригинала, где акцент сделан скорее на автобиографичности. Зрители и критики по-разному интерпретируют образ цапли. Можно предположить, что птица для мальчика — носитель вины. И в таком случае финальное примирение с ней означает исцеление от травмы. Показательно, что в конце картины заживает и та рана, которую в начале фильма наносит себе Махито. Проработка травмы — лишь один из нескольких сюжетных планов фильма. Сказка, как и эпос в целом, имеет дело с большими целями, например, восстановлением равновесия в мире. И этот образ гармонии между природой и цивилизацией в целом можно назвать магистральной темой творчества Мидзаки. В «Мальчике и птице» тоже можно встретить размышления об экологии. Но важнее здесь оказывается тема жестокости мира. Башня из блоков в этом смысле становится образом нашего общества, построенного на насилие. Война здесь предстает как ненасытная борьба за ресурсы, подрывающие равновесие в природе. Критика милитаризма отчетливо заметна в образах попугаев, которые выглядят карикатурой на японскую императорскую армию. Подрывая власть птиц, мальчик спасает и свой мир тоже. Режиссер критикует саму милитаристскую идею и желание насильственного решения конфликта. Поэтому логичным финалом для истории становится возвращение семьи Махито в Токио с окончанием войны. Наконец, еще одна важная тема мальчика и птицы – семья. Главный конфликт в реальном мире связан с принятием новой жены отца, и эта реалистическая история причудливо отражается в фантастическом мире. В фильмах Миядзаки часто встречаются двойники, но тут от их количества голова идет кругом. Погибшая мама отражается в своей сестре, ставшей мачехой для мальчика. Девочка Химми оказывается его матерью, а морячка Кирико – горничный из поместья Махито. Да и сам главный герой получает двойников в образе цапли и двоюродного дедушки. Так история, которая на первый взгляд работает с космическими масштабами, вдруг сжимается до пределов одной семьи и оказывается частным сюжетом о ее воссоединении. Традиционно сказка посвящена инициации героя, подготовке персонажа к взрослой жизни. Волшебное пространство, в котором его ждут трудности, будь то царство за тридевять земель или темный лес, обычно интерпретируют как мир мертвых. На этом пути герой чаще всего встречается с духами предков, которые делятся с ним своей мудростью. Мейдзаки в этом плане ловко выворачивает схему волшебной сказки, потому что у предков для мальчика не оказывается никаких особенных знаний. Если воспринимать мальчика и птицу как завещание потомкам, то его посыл действительно может показаться удручающим. Не всякий мир можно спасти. Даже у самых мудрых людей нет ответов на главные вопросы жизни и смерти. И такое признание со стороны 80-летнего классика с одной стороны разочаровывает, а с другой кажется по-настоящему честным ответом. При этом главного Махета все же достигает. Как и подобает историям взросления, в финале он обретает самостоятельность. За те 10 лет, которые прошли с момента выхода предыдущего фильма режиссера, аниме-индустрия успела здорово измениться. Главным образом благодаря повсеместному внедрению компьютерных технологий. Хотя Миядзаки не чужд инновациям, он все равно остается приверженцем традиции, работающим по старинке, вручную. Над фильмом трудилось несколько десятков аниматоров и, говорят, на создание одной минуты хронометража иногда уходил целый месяц. Именно поэтому разработка нового фильма затянулась на долгие 7 лет. Кроме того, важная особенность метода Миядзаки – второстепенность сценария. Сначала в уме режиссера появляются образы, затем создаётся раскадровка, а уже под неё придумывается сюжет. Неудивительно, что некоторым зрителям история, рассказанная в «Мальчике и птице», показалась путанной и загадочной. Да и развитие Махито как персонажа остаётся неочевидным. В этом фильм отчасти напоминает сновидение, где переходы между локациями, событиями и даже состояниями персонажа могут быть слегка нелогичными. По степени детализации новый фильм несколько уступает предыдущим работам постановщика. Но минималистичность изображения удачно соотносится со сновидческой атмосферой. Недаром Миядзаки часто сравнивают с Бергманом и Тарковским, а в одном из кадров появляется отсылка к восьми с половиной Феллине. Это, кстати, не единственное пересечение с европейской культурой в «Мальчике и птице». Миядзаки всегда вплетал в свои произведения западные мотивы. И по сюжету девочка-химия в какой-то момент оказывается в гробу совсем как Белоснежка. При этом визуально «Мальчик и птица» остаётся сравнительно строгой картиной. Миядзаки предпочитает статичные мизансцены и общие планы, которые создают впечатление объективно рассказанной истории и наделяют едва ли не каждый кадр живописной самодостаточностью. Без необходимости режиссёр лишний раз даже не двигает камеру. А в начальных сценах в загородном доме ещё и практикуют длинные кадры, передающие скуку и отчуждённость главного героя. Визуальная динамика чаще связана с образами полёта, которые принадлежат фантастическому, а не реальному миру. Хотя обычно воздух и небо у Миядзаки нередко несут позитивный смысл, в «Мальчике и птице» с ними связаны воспоминания о смерти матери во время бомбардировки. К слову, это один из редких эпизодов, решённых в отчётливо-экспрессионистской манере, что сильно контрастирует с основным стилем. Похожим образом противопоставлены и пространства. Закрытые помещения часто производят угнетающее впечатление и ощущаются тесными, в то время как пейзажи волшебного мира дарят чувство лёгкости. Особое место в структуре фильма занимают и сцены жестокости. Хотя подобные эпизоды появлялись в творчестве Миядзаки и раньше, здесь даже разделывание рыбы выглядит отвратительным процессом. Так режиссёр в очередной раз обозначает неприемлемость насилия. Но в то же время он, как настоящий миротворец, призывает сочувствием относиться к разным сторонам конфликта. Кто-то может сказать, что «Мальчик и птица» для Миядзаки просто самоповтор. Уж больно сильно мультфильм в деталях напоминает другие работы режиссёра. От некоторых волшебных существ до дизайна персонажей и локаций. Однако это не совсем справедливо, и «Мальчик и птица» скорее можно назвать фильмом Миядзаки о фильмах Миядзаки. Постановщик уже давно зарекомендовал себя как выдающегося сказочника. Но тут он как бы разрушает обоение сказки, напоминая о том, как важно возвращаться в реальность. Долгое время казалось, что «Мальчик и птица» будет прощальным фильмом для Метро. Но недавно стало известно, что он работает над новым проектом. И хочется верить, у нас ещё будет возможность побывать в фантастических мирах Хаяо Миядзаки. Кстати, если хотите больше узнать про «Мальчика и птицу», послушайте выпуск подкаста «Крупным планом», в котором ведущие Даулей Джанайдаров и Всевлад Коршунов обсуждают главные новинки и классику кино. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok